Закон был принят в первое чтение 13 мая. Сейчас он дорабатывается. После принятия документа широкий общественный резонанс вызвали норму содержания домашних животных в квартирах. После принятия данного закона в наш комитет поступило очень большое количество звонков с вопросами о регулировании отношений, связанными с домашними животными, а также с бездомными животными, которые, вы знаете, в Севастополе являются определенными проблемами. Правила содержания собак и кошек, а также действия по отношению к бездомным животным уже несколько месяцев разрабатывают комиссии при правительстве Севастополя. Они почти готовы к принятию. Затягивает процесс эмоции относительно вопроса и обязательной регистрации домашних питомцев, спорят не только представители общественности. В правительстве между управлением, это в зависимости от того, сколько у кого животных возникли, ознавелось. То есть вплоть до того, что уже вот сейчас правила эти есть, они идут по кругу, по всем заинтересованным департаментом и управлением. И там правовое управление, предположим, считает нецелесообразным регистрировать. А вот ветеринарный врач у нас считает, что нужно регистрировать. Мы регистрируем автомобиль, другие какие-то имущества, то если человек взял на себя ответственность по содержанию животных, он должен как бы сделать и вакцинацию, должен обеспечить и поводком, и намордником. Обязательно регистрировать по закону планируют лишь домашних животных, которые используются в сельскохозяйственных нуждах. Крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы. Правила регуляции численности бородящих собак на улицах города также предстоит утвердить правительству. Рассмотреть их планируют уже на следующей неделе. Ирина Саркисова, Александр Листопад, Севинформбюро.